Здравствуйте! В эфире телеканал БТБ. Меня зовут Николай Матвеев. Сегодня в «Национальном интересе» мы будем говорить о том, как вывести нашу страну из кризиса, о том, как бизнес может эффективно взаимодействовать с правительством, о том, как правительство может решать проблемы кризисного периода в нашей стране, о том, какие вообще шаги необходимо предпринимать для того, чтобы мы все-таки шли по пути развития с максимальной эффективностью. Говорить об этом будем сегодня с нашим гостем. В студии президент Международной торговой палаты Украины, советник, премьер-министр Владимир Щелкунов. Владимир Игоревич, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, вот на сегодняшний день то состояние, в котором пребывает Украина в плане экономическом, в плане политическом, ну, в военном мы все видим новости, понимаем, что происходит. Стоит ли говорить о том, что наша страна находится в каком-то глубоком кризисе, и в отношенческом, и в товарном? Где сейчас можно определить место Украины? Если сейчас говорить об этой ситуации, что вы сказали, то никакого глубокого кризиса нет. Есть тяжелые экономические условия, в которых мы успешно выживаем, успешно их потихоньку развиваем, успешно ведется диалог власти с бизнесом в поисках партнерских отношений, в поисках каких-то решений. И чем мне нравится позиция, в данном случае премьер-министра, что у него четкая конкретная позиция в работе с бизнесом. Хотите включиться, хотите помогать, хотите что-то решать, берите, решайте, конкретно показывайте, что это даст, конкретно показывайте пути решения и какая эффективность ваших предложений. И тогда зеленая улица и проблем никаких нет. То есть постоянный контакт, постоянная ситуация, когда предлагаешь, исполняй и покажи, что это даст. Бизнес идет на этот диалог, бизнес предлагает, бизнес исполняет. В сегодняшнем дне нет ли некого ощущения того, что бизнес замер в ожидании какого-то решения? Бизнес не замер, потому что бизнесу нельзя замирать. Вы же сами понимаете, бизнес это живой организм и живые люди, которые должны получать зарплату, живые производства. Все то, что движется, оно не может остановиться. Это уже ситуация, которая не дает возможности не то что развитию, а не дает возможности даже пониманию будущей стратегии, если мы в чем-то остановимся. В данном случае я просто хочу взять хотя бы последних 5-6 месяцев. Несколько было встреч премьер-министра с различными видами отраслевых подразделений. Это и экспортеры, и банкиры, и вопросы аграрии в рассматривании, вопросы непосредственно связанные с дальнейшим поиском новых рынков сбыта, вопросы связанные с возможностью кредитования, вопросы связанные с диалогом между банками и экспортерами и так далее. То есть премьер постоянно ведет работу в этом направлении, и это реальная ситуация, о которой я говорю. Вы видите это, отслеживаете средства массовой информации, вы отслеживаете это с тех совещаний, которые происходят в кабинете министров. И даже то, что абсолютное большинство серьезных такого уровня организаций присутствует и в урядовых комитетах, и на заседании кабинета министра. То есть премьер ведет прозрачный диалог с бизнесом, не принимая каких-то кулуарных решений, перед которыми бизнес потом не понимает, как их решать. То есть сначала идет обсуждение, а потом решение, и даже в процессе обсуждения на правительстве, на урядовых комитетах и в заседании правительства идет живой диалог перед тем, как принимать решения. Это стиль и методы работы премьера с бизнесом, которые достойны уважения по той причине, что плохо говорим, хорошо говорим, хорошо, и когда плохо говорим, что делать, чтобы как-то выживать и выходить из этой ситуации. Достаточно сложный процесс координировать всех, и бизнес, и банки, и многие системы разрешительные. Мы знаем, что некоторые системы в нашей стране достаточно раздуты. Вот в плане сегодняшнего взаимодействия государства и бизнеса, насколько много каких-то посреднических услуг мы видим на пути общения? Что интересно, что в данном случае надо дать должное, пена сошла. То есть остались те, кто что-то может решать, что кто-то может солидно что-то поставить, какие-то объединения, какие-то предприятия. И в основном эта работа идет через отраслевые объединения, например, такие как Союз химиков, металлургов, другие союзы. И в основном диалог на международном уровне поиск рынков сбыта, защита бизнеса, создание совместных предприятий, вопросы работы по инвестиционной привлекательности Украины в плане перспективы совместных партнерских отношений. Это идет, в основном это занимаемся мы, национальный комитет международной торговой палаты. И в данном случае все практически отпали всякие, как говорится, мы говорили таким в лобках слова, решатели, посредники. Потому что в этом нет необходимости. Все уже понимают, кто есть кто, и кто что стоит, и кто что может, и кто на что способен. И в данном случае, когда вопрос стоит о решении каких-то серьезных проблем, можно долго говорить. Но написать множество документов, стратегий. Но в данном случае у нас нет запаса времени раскачиваться. И тот, кто предлагает конкретику, как я уже говорил, тот берет ее, решает и показывает, что будет, как будет и какая нужна помощь. И в данном случае, что очень комфортно, когда ты практически работающая организация, решающая практические вопросы, тебе во всем зеленая улица. Потому что ты работаешь прозрачно и видишь, во имя чего это ты делаешь и зачем. Ну вот вы говорите о том, что некая пена сошла, ушли решатели. Это заслуга все-таки того сложного периода, в котором Украина оказалась? Или же это созревание нашего сообщества, созревание гражданского общества в Украине? Или же профессиональных союзов к тому, что надо отказываться от решателей и пены? Ну, это прежде всего зависит от власти. Когда власть это не воспринимает, когда власть этого не желает, тогда нет решателей. И в данном случае основной принцип это системная работа власти с бизнесом, с прозрачный, нормальный, вполне открытый диалог. И созревание гражданского общества в Украине как такого, которое поняло, что если занимать позицию никакую, то и жить мы будем всегда никак. И в этом плане эти несколько составляющих. И правильные подходы власти, правильные подходы общества к диалогу власти и бизнеса. Правильные подходы в целом организаций, которые поняли, что нельзя отсиживаться, надо что-то в это время решать. Каждый должен на своем уровне что-то предлагать, что-то решать и брать на себя ответственность. Не давать задачи кому-то, а предложив согласовать свои действия и самому решать. И в этом плане, вы понимаете, все те, кто не способен это делать, не способен вести за собой людей, не способен иметь то влияние, ту силу и с зарубежными партнерами, и в плане региональной политики, имея оригинальные представительства, имея определенные структуры, с ними никто не будет работать, потому что видят, что это пустышки. И таким самым сейчас выкристаллизовалась та такая позитивная масса и организаций, и непосредственно различного рода объединений, которых их осталось, можно в Украине посчитать на пальцах, которые реально что-то решают, реально делают, их знают, их воспринимают и не пользуются авторитетом. Это хороший такой природный, естественный процесс. Вот в свете ситуации в Украине, в свете конфликта Украины с Россией, остро стоит вопрос о диверсификации рынков, о том, что необходимо для украинских предприятий искать какие-то новые возможности, новые сферы, новые рынки. На сегодняшний день какая работа в этом плане ведется? В этом плане Международная Травопалата Украины выступила с инициативой перед Кабинетом Министром. Я обратился к премьер-министру с просьбой о необходимости создания Совета экспортеров. То есть это такой совет, который практически будет заниматься том, о чем вы сейчас сказали. Это поиск новых рынков сбыта, расширение сегментов сбыта, поиск партнеров для выхода в третьи страны, для продвижения украинских товаров и помощи украинским экспортерам. У нас есть для этого все механизмы. Мы работаем с Лондонским бюро противодействия и коммерческим преступлением, недобросовестной конкуренции. У нас подписан доллар с рядом международных организаций, благодаря которым мы можем уточнить, что за партнер входит в Украину, реальна ли эта структура, что за ней стоит, есть ли у нее хорошая кредитная история, реальна ли она настроена работать с Украиной, или она посредник, которая хочет просто заработать на посредничестве и так далее. Но эта работа сейчас ведется, или же это есть перспектива эту работу проводить? Эта работа ведется, и первое заседание Совета экспортеров будет 30 сентября. Оно создано при Министерстве иностранных дел Украины, где глава Совета экспортеров, министр иностранных дел Украины. Я заместитель от бизнеса и начальник главного управления Министерства иностранных дел господин Пинский, заместитель от Министерства иностранных дел. То есть также создана, на мой взгляд, очень работоспособная структура, потому что есть экспортеры, есть Министерство иностранных дел, которое может через свои представительства способствовать решению каких-то вопросов. И в связи с тем, что Украинский национальный комитет Международный торопалат имеет за рубежом 15 живых работающих представительств, мы их создали там с МИДом, где была необходимость создавать. То есть для усиления нашего торгового представительства, для усиления каких-то контактов. То есть в тех местах, где существовали некие отношения, либо их нужно было усилить, либо продвинуть. То есть еще характерно, что мы пошли по принципу, если можно так сказать, не лепили, как говорит пословица, горбатого до стенки. То есть мы понимали, что если там нет необходимости и нет перспективы расширения рынков сбыта и работы, мы просто не создавали там это представительство. Не тратили лишний потенциал, деньги. А создавали там, где есть смысл. Там, где в этом плане оно плавно двигалось и само собой, там работали представители дипломатического корпуса, которые изучали вопрос, пытались развивать, развивали. Как оно получалось, это вопрос философский. Но сам факт, что в данном случае мы также предложили несколько вариантов создания торгового представительства Украины за рубежом. Мы сейчас направили в Министерство экономики, мы направили в Министерство иностранных дел, премьер-министру два-три варианта возможных структур. Это и структура, которая создана была бы на базе закона о государственном частном партнерстве. Это структура, которая была бы создана на базе, как экспериментально, в нескольких странах представительств УАССИ. То есть мы попытались сделать то, что не требовало каких-то на данном этапе капитальных затрат, а по отработанной схеме было бы эффективным. И вот на 30 сентября на заседании Совета экспортеров я буду выступать и предложу этот механизм, чтобы попробовать в нескольких странах начать эту работу, не неся никаких затрат. Потому что нашему государству сейчас никаких колоссальных вкладований, мало что колоссальных вкладований. И строить какую-то мощную, такую тяжелую структуру тоже нет времени. Поэтому надо попробовать на базе существующих уже вариантов создать облегченную структуру, которая бы могла эффективно работать с экспортерами. Мы само собой уже работаем, вот сейчас к нам обратились обувщики, например, как пример по поставке их продукции в страны Скандинавии, в Германию, как ни парадоксально, но очень пользуются обувь наша. Обратились ряд других отраслевых подразделений о создании совместных предприятий в тех странах, где наш товар будет востребован. То есть нельзя идти туда, где наверняка мы понимаем, что мы будем неконкурентны. Это реалии. А проверка этого спроса, она происходит за счет кого? За счет самого производителя? То есть пока без поддержки наш производитель каким-то образом пытается прощупать рынки, а потом может прибегать к помощи? В основном это мы делаем анализ, потому что очень сложно производителю, находясь в Украине, не имея партнерских отношений с зарубежными странами, делать какой-то анализ. Мы этот анализ делаем через наших партнеров в 94 странах мира. В 94 странах мира есть такие же национальные комитеты Международной торговой палаты. И с их помощью, с помощью непосредственно Дипкорпуса, который представительствует от Украины в этих, мы совместно изучаем возможные варианты выхода на эти рынки. Если мы видим, что та отрасль или другая не может конкурировать лишь потому, что там уже укоренилась какая-то стабильная ситуация, укоренилась ценовая политика, сегмент рынка насколько, так сказать, закреплен за какой-то определенной группой компаний, будет очень сложно конкурировать с теми, кто там работает десятилетиями. Про условия, что они могут двигать нас ценой, двигать нас в каком-то плане качеством, чисто раскрученная марка и так далее. Поэтому мы или с ними пытаемся совместно наладить торговые отношения, продавая нашу продукцию в третьи страны с помощью их, или же выходим на сегменты рынка, на рынки тех стран, где наша продукция интересна, где наша продукция востребована, и мы находим общий спрос, общие возможности, вплоть до того, что мы, допустим, можем иногда выпускать под брендом и Украины, и той страны товар, для того, чтобы он пошел дальше. То есть различные формы есть, и мы этим уже системно на протяжении последних лет пяти занимаемся. Какой же механизм, скажем так, знакомства нашего производителя с вот той системой, которая работает сейчас во многих странах? Механизм очень простой. Они выходят с предложением на Международную торговую палату Украины, как вот многие компании, с которыми мы сейчас реально работаем. Они задают вопрос, могли бы вы нам порекомендовать те страны и посодействовать контакту, поисках для выхода на рынки нашей продукции. Мы берем у них все основные параметры их продукции, изучаем страны, делаем анализ, опять же, с помощью Министерства иностранных дел, и наших представителей, и наших коллег в этих странах, может ли иметь данная группа товара сегмент рынка. И таким образом мы говорим, в этой стране, в этой, этого не может произойти. Что касается этой, этой страны, здесь мы можем работать, есть смысл работать. А еще мы можем предложить это, 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 потому что мы работали по этим странам. Не просто какого-то посредника, мы находим конкретную компанию, которая специализируется также на этом виде продукции. Для чего? Чтобы с ними договориться о правилах игры и поставке нашей продукции вместе с ними в их страну, или, как я говорил еще раз, в третью страну. Что до правил, есть насущный вопрос сертификации, соответствия стандартов и так далее. Насколько сегодняшние украинские товары легко входимы на рынки разных стран? Те товары, и те, будем говорить, не о товарах, а главное о руководителе. Если современный, профессионально подготовленный руководитель, понимающий ситуацию в мире, ситуацию на рынках, ситуацию требований в мировых рынках, возьмем и европейских, а в целом, будем говорить, о мировом рынке, то эти люди уже давным-давно подготовлены к работе и на европейском рынке, и на других рынках. Те люди, которые же годами непонятно чего ждут и надеются, что кто-то вместо них будет заниматься их бизнесом, парадоксальная ситуация в том, что ряд, допустим, структур есть еще, которые надеются, что они будут зарабатывать деньги, а государство будет думать, как они должны их заработать. Надо выходить с инициативы и вместе с государством думать, как их заработать. Для того, чтобы думать, как их заработать, надо приводить себя к тем нормам и стандартам, в которых тебе было комфортно работать на других рынках. И большая часть украинских структур, таких довольно развитых, стабильных, нормальных, которые понимали, что в этом неизбежно, при любой ситуации, какие бы события не развивались, они давно готовы и плавно вошли в работу на европейском рынке, как вы знаете, могут привести множество сейчас структур, которые плавно, потихоньку уже работают с европейским рынком. Это уже десятилетие, да? Совершенно верно. И также множество структур, которые сейчас работают непосредственно в плане поиска новых рынков сбыта. То есть с нашей помощью, с помощью Министерства экономики. И в данном случае, в моем понимании, Министерство экономики должно быть той ключевой структуры, которая бы вообще-то определяла экономическую политику страны. Министерство экономики должно реально премьера ориентировать во всех тех ситуациях, которые происходят, и упреждать их, не ставить факт пожарного исполнения чего-то, что случилось. А я считаю, что в данном случае Министерство экономики так вот сейчас потихоньку и переходит в то состояние, когда оно будет премьера, правительство в целом, будем говорить, предупреждать о том, какие негативные последствия могут возникать в ценовой политике, внутренние рынки, внешние рынки, угрозы, факторы и так далее, и так далее. И оно должно быть живым организмом Кабинета министров, под которым будут ориентироваться и все отраслевые министерства. Если опять-таки вспомнить о некой практике наших производств, искать новые рынки, стоит ли забывать о внутреннем рынке украинском, стоит ли его рассматривать нашим производителям как некий плацдарм для разработки, опять-таки сертификации, подготовки того материала, той продукции, того товара, который позже может быть использован для внешней торговли? Ну, главное, что я хотел бы сказать, если вы анализируете, видите, что, в общем-то, одним из главных двух факторов, которые способствуют стабилизации ситуации в стране, это есть внутренний рынок его развития и вопрос разбудования громадянского суспільства. То есть построение гражданского общества, которое бы реально влияло на жизнь страны, которому реально бы прислушивалось и которое бы реально могло координировать деятельность власти в плане позитивных, негативных моментов, в плане угроз каких-то, которые возникают в результате каких-то неправомерных действий кого-то или в результате неправильно принято какого-то решения. И эти два кита и плюс сопутствующие дальше, это, я считаю, основные, это внутренний рынок и гражданское общество, это какая-то стабилизация постоянная в стране, когда это будет. Но пока, как вы видите, внутренний рынок очень сложно развивается, и в этом есть как объективные, так и субъективные причины. Это целая тема может быть на это, вы понимаете. Но в данном случае вы правы в том, что никто в данном случае не забывает о том, что есть внутренний рынок, который прежде всего надо насчищать для того, чтобы стабилизировалась экономическая ситуация в стране за счет обмена товар-деньга и так далее. Что до гражданского сообщества, если мы о нем заговорили, есть ли вот то самое взаимодействие, о котором вы говорили сейчас, между гражданским сообществом и властью, вот в плане именно регуляции, какого-то фидбэка, обратного отзыва, с готовностью ли идет гражданское сообщество на подобную связь? Гражданское сообщество в данном случае в таком хорошем состоянии формирования, формирование, когда будет системный диалог между властью и гражданским обществом. Но в данном случае, что нам мешает? Мы не занимаемся политикой АССИ Украины, запрещено уставом заниматься какой-то политической деятельностью, поэтому я могу спокойно об этом сказать, что в данном случае мешает хорошему развитию гражданского общества и диалогу между гражданским обществом и властью. Это популизм отдельных политиков, то есть не вникая в суть экономических и объективных процессов и ситуаций, в которых что-то есть, чисто популистические меры рассчитаны на то, что люди не до конца, возможно, понимают ситуацию, возможно, где-то неинформированы правильно. И второе, что мешает в этом плане, такая нецивилизованная, а дикая политизация нашего общества отчасти. Дикая, потому что любой политик, оппозиция, неоппозиция, при власти, нейтральный и так далее, прежде всего в нормальной стране должен думать о стране и о людях, а не о своем реноме непосредственном и о том, лишь бы хуже, чтобы прийти к власти. Вот эти два фактора, конечно, очень, на мой взгляд, мешают развитию страны в целом. Это дикая политизация, ну, в кавычках дикая, то есть когда политизация без анализа, и популизм отдельных политиков, которым рассчитан на то, что люди поддерживают его лишь потому, что он говорит правильно. Да, он говорит правильно. И те, кто при власти, тоже понимают, что надо делать. Но надо понимать, что есть обстоятельства, которые выше того, чтобы делать то, что надо. Иногда приходится делать какие-то отступления. Но здесь, я считаю, если власть будет вести системный диалог с обществом, и системный диалог с бизнесом, не будет серьезных каких-то проблем, потому что бизнес готов поддержать власть, пойти навстречу в чем-то. Точно так же, как власть должна быть готова пойти навстречу бизнесам. И с бизнесом тут проще, потому что с бизнесом более активно ведется системный диалог. Вы это сами видите, я вам проводил примеры. А что касается гражданского общества, здесь более сложнее по тем двум факторам, о которых я говорил ранее. Но есть у нас реальный шанс в ближайшее время ситуацию изменить? По крайней мере, по этим двум факторам, которые останавливают, по сути, развитие страны. А в нас вообще другого пути нет. Поэтому тут слово говорит, если шанс изменить, даже, я считаю, нет смысла говорить шанс, потому что мы идем этим путем, и мы к нему пройдем с позитивным результатом. У нас просто нет другого пути. Куда же приложить усилия для того, чтобы этот процесс ускорить на этом пути? Для этого надо реальный, такой открытый, системный, публичный диалог власти с гражданским обществом. Но гражданское общество должно переболеть популизмом, политизацией и выйти на тот диалог, когда оно должно понимать ситуацию, в которой находится власть, ситуацию, в которой находится страна, и понимать, что не все то, что хотелось бы сделать, возможно реально сделать. И когда общество также будет ответственно подходить к стране, к ее будущему, к ее развитию, к ее пониманию стратегии в мире и так далее, тогда будет хороший конструктивный диалог, и будет активными такими семимильными шагами развиваться гражданское общество, и власть будет понимать, что без согласия общества нельзя принимать каких-то колуарных решений, которые бы потом вызвали негодование. То есть какая-то прививка от популизма нам все-таки нужна, либо нужно пережить этот период? Да, это, будем сказать, пережитки той прошлой определенной системы, в которой мы долгое время находились. Когда гражданское общество не имело как такового реального голоса, и когда оно получило, оно не совсем может сейчас воспользоваться им правильно, для того, чтобы реально управлять страной, реально помочь. То есть для того, чтобы, я всегда считаю, что демократия и участие в управлении чего-то, даже не говорим страны, когда ты отвечаешь на равных, а когда ты рекомендуешь, советуешь, требуешь, а не отвечаешь за это, то это же неравные партнерские отношения. Можно советовать, требовать, отвечать, если ты берешь на себя ответственность и отвечаешь за это. А чуть-чуть происходит не совсем так, как должно быть в реальной ситуации. Ну, отчасти можно понимать, что некие бизнес-модели можно перекладывать на строение гражданского общества, когда есть ответственность, когда у каждого есть определенные права и при этом обязанности. И также эту же модель отношений можно перекладывать и на те отношения, которые происходят у государства с бизнесом. Да, согласен в том плане, что, в общем-то, диалог власти и бизнеса находится на более высоком взаимоответственном уровне. То есть, если говорить реально, то, в общем-то, диалог власти и бизнеса, это есть как показатель, в данном случае, развития гражданского общества. А в целом то бизнес, то и власть, это не есть в целом показатель развития гражданского. То есть, можно эту модель поэтапно, учитывая какие-то позитивные, негативные моменты, переносить на развитие гражданского общества в Украине. Только понимая, что должна быть один фактор – взаимоответственность. Не критиканство, а нормальная критика, конструктивная критика. Но при этом или брать, решать вопрос, который ты предлагаешь, или отвечать за его решение вместе. Ну, не словом, скорее всего, о продуктивном делом или максимальным приближением к этому делу. Будем далее развивать нашу страну. Я благодарю вас за то, что сегодня были в гостях у БТБ. В национальном интересе мы сегодня говорили с нашим гостем. В студии был президент Международной торговой палаты Украины, советник, премьер-министра Владимир Щелкунов. Меня же зовут Николай Матвеев. Мы увидимся на БТБ. Будьте с нами.